друзья всем привет было 100 тысяч на канале понятное дело что вы все ждали мультиван ну много очень было комментариев давай мультиван но надо было выпустить внеочередное видео потому что он был не совсем готов мы рассчитывали через три дня полететь за ним а в итоге все переигралась в общем подробнее об этом как раз в этом видео вот машина 132 тысячи практически без единого ского обслуженные готовые наверняка с гарантией но посмотрим что еще есть вот так вот народ покатался немножко на автомобилях 100 тысяч наездил и все нафиг следующий сказал заведующий но мы выдергиваем такие супер классные автомобили и тянем их к себе страну друзья у меня для вас отличная новость я сейчас поясню мы когда выбираем автомобили мы их протягиваем по большой куче разных баз данных это база мвд это расчет стоимости запчастей это авто номера это база ограничений это страховые компании и это компания карвертикал карвертикал это сервис по проверке автомобилей мы также покупаем там отчеты для наших заказчиков так вот к серебряные кнопки парни с карвертикала говорят слушайте друзья давайте мы вам сделаем подарок раньше у нас было 10 процентов скидка сейчас эта скидка 20 процентов и вот мы договорились о том что этой скидкой мы можем поделиться со всеми нашими подписчиками промокод один авто когда забиваете получаете 20 процентов скидки ну а если вдруг вам придет пустой отчет и вдруг кто не знает что делать пишем им на саппорт это служба поддержки пишите о том что вам пришел пустой отчет и они просто возвращают денег ребята пользуйтесь не благодарите так что у нас по комплектации хороший полный а так это же наш да так ну что дергаем компрессор нихера они как резко домкрат домкрат да есть 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 домкрат Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну вот такое решение было принято Я, кстати, воспоймал себя на мысли, что у нас вот 18-19-20-21 год Все машины, которые были первые в году, они оплачивались Мы возвращались и потом за ними прилетали потом Вот как-то так Дежавю, наверное Ладно, едем Сейчас мы уже заехали в Австрию, остановились покушать Вот прекрасный ресторанчик Останавливаемся, кушаем Машину пока, во-первых, меняют сальник Во-вторых, на нее ставят зимнюю новую резину И через несколько дней мы возвращаемся за этим автомобилем Ну, не через несколько, а через три, скажем так И чтобы нам тут три дня не куролесить Грубо говоря, сегодня мы уже будем под польской границей Завтра мы уже будем дома А лучше переночевать дома Потом либо прилетели, либо еще как-то Либо с кем-то приехали, забрали автомобиль То есть будет Дальше уже нужно будет только забрать машину У нее, значит, если подытожить В сухом остатке у нее есть легкие царапины на боковине правой, задней Под окошечком, над колесом Ровно так же есть царапины на другой стороне Легкая царапинка на правой раздвижной двери Левая раздвижная дверь, она заново вскрыта лаком Из таких легких недостатков, но особо ничего не получится предъявить Вот защита бака пластиковая Она треснула и ровно так же на противоположной стороне И все Здесь есть мененная турбина Вот турбину поменяли, турбина сейчас стоит новая Вот поэтому у нее вот такие вот идеальные показания Или же значения очень близкими к идеальными Потому что у других машин, ну как-то оно скачет Не возвращается так очень быстро к значениям, как возвращается у этого В общем машина за 40 тысяч 48 евро Она очень неплохая, эта цена нет И в общем-то, в общем-то, в общем-то Продолжение истории будет дня через 3-4, не знаю как А сейчас мы едем максимально в сторону границы Пишу видео сейчас, потому что потом станет темно и не будет нифига видно Я буду наслаждаться Если повернуться на эту сторону Вон на горах там очень, блин, так тут я не знаю с какой стороны красивее В общем за мной есть такие интересные домики Они очень красиво, они находятся в месте В месте, ну скажем так, в пригорке И в данном случае получилось совместить полезное с приятным Выбрать автомобиль и в это же время посмотреть прекрасную дорогу в Австрии Потому что меня вот часто спрашивают Ну ты же часто бываешь в Европе, ты же там видишь всего дофига Да, я вижу, я вижу заправки, я вижу дороги, иногда я вижу какие-то кафешки придорожные Это вот сейчас мы остановились, я посмотрел вокруг и вижу Вау, вот эти горы, они хорошие, действительно классные Ну в общем, вот такой вот итог А мы пошли харчеваться Для тех, кто впервые на канале, я расскажу одну важную новость Дело в том, что когда будет 100 тысяч Я обещал, что будет разыграно 10 подборов автомобилей 100 тысяч достигнули И вот условия этой беспрецедентной акции Так вот, что нужно для того, чтобы правильно участвовать в акции Вот прямо сейчас под вот этим видео Напишите название своего инстаграм-канала Эта информация нам нужна для того, чтобы потом ее засовывать в рандомайзер Рандомайзер это то, что случайно выберет кого-то Вот этим самым видео Это же видео будет на инстаграме И этим видео надо поделиться у себя в сториз Вот в принципе и все О том, кто выиграет, узнаем в прямом эфире в понедельник Почему в понедельник? Потому что это нормальный рабочий день И всех мы сможем собрать в кучу В воскресенье это все-таки выходной день Поэтому в понедельник в прямом эфире Эфир останется Будет видно, кто выиграл эти 10 счастливчиков Кто эти люди Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, почему мы сразу снимаем автомобиль в Украине? Ответ здесь очень простой Слава, именно так парня зовут Который заказал этот мультиван Он говорит Парни, я хочу сам полететь Сам его привезти Потому что уже в принципе все готово Ну а нам за это большое спасибо Потому что сэкономил огромный кусок времени Ну мы это время тоже на него потратим Но уже немножко в другой истории В какой, тоже немножко позже расскажу Ближайший конкурент этого автомобиля Это все-таки, наверное, Mercedes V-класса И вот чем они отличаются Почему было дано предпочтение в эту сторону Первое, это посадка На автомобиль садишься И садишься высоко И едешь над потоком В то время, когда в Mercedes Можно залезть практически как в легковой автомобиль То здесь высоко едешь над потоком Это первый основной момент По салону Из плюшек чем лучше мультиван от Mercedes Это вот как минимум разворнуть кресло Достаточно одного жеста В то время, когда в Mercedes Все сиденье надо вытянуть Выковырять Перевернуть Еще столик там очень сильно мешает Я как-то пробовал Ну пипец, так себе затейка Здесь одну клавишу нажал И пошел разворачивать Плюс вот этих сидений в том, что здесь детский вариант Вот сюда вот ставятся ноги Сюда садится попа И вот как раз Вот эта вот штука От вот этой штуки Моя супруга лично протащилась Она не большая И вот сюда она помещается Как раз очень классно, удобно спать Если она мешает Она снимается Двери Электрические Нажал пипуручку И оно само себе Щелк, захлопнулось Вот эта штука снимается Просто в элементе Нажимаем, отщелкивается И все Штука снимается И уже По поводу места В классе Вот так вот двигаться Ну просто не получится Здесь Ну конечно не Maybach Подкладки нету Но очень хорошо Чего еще нельзя сделать в конкурентах Это Вот ехать в пути Нажать Зафиксироваться И дальше спокойно Общаться Либо с детьми Либо с родственниками Либо еще с кем-то А есть еще версия Вот здесь вот столик Запросто можно его разложить И спокойно Похарчеваться Точно так же двигается И вот это сидение Клавишу Хопа И сразу все вот здесь Еще Сейчас покажу Один момент Вот из-за чего Когда-то я себе Очень сильно хотел Мультиван Это из-за вот таких сидений С учетом того Что я часто остаюсь Где-то на природе Вот это вперед Вот это Раскладывается назад И Имеем здесь Ровный пол Плюс Вот эта штука Тоже раскладывается Переднее сидение Складывается вперед Получается Такой траходром Здесь здоровенный Нифига Не нужно выдумывать Вещи которые Лишние кидаются На переднее сидение И просто шикардос Собирается точно так же Тянем циферку Один Неудобно взял Циферку Два Вот эта штука Закрывается Ента штука Закрывается Затягивается Где-то здесь еще Живет фаркоп Который тоже Здесь есть Для наших прицепов Надо будет Розеточку другую Все вот эти дела В двери Запросто Закрываются С кнопок Одна Вот вторая На этом автомобиле Еще есть плюшек Того что здесь Есть блокировка Помощь Спуска с горы Адаптивный Круиз контроль Точно так же Активные фары Дин аудио Музыка Ну единственный Минус в сторону Мерседеса Это вот этот Маленький Ублюдочный монитор Он типа работает Но он маленький За эти бабки Можно было бы конечно Чуть и побольше Монитора Еще есть плюшек ДСС режим Это которая меняется Режим подвески Есть спортивный Есть комфортный И есть оптимальный Вспомнил То есть три разных Режима жесткости Подвески Регулируются Путем того что там Гидравлические амортизаторы Все это работает в комплекте Два подлокотника Вот то чего нету В других машинах Это типа два подлокотника Вот если допустим Садишься здесь В других машинах Надо сюда руку положить И сюда Ну то есть Неравномерно Нифига не интересно Здесь же Два подлокотника И чувствуешься просто дядькой Плюс его Вот эта штука Регулируешь так как хочешь Автомобиль настолько ухоженный Что здесь еще запах Свежего автомобиля Не того что она После химчистки Вот машина как приехала Я не вижу чтобы она была на мойке Потому что Вот здесь вот есть пробелы Всякие вот на ручке пробелы Чуть-чуть грязючки А с учетом того что Вячеслав заморачивается нормально То Машина на химчистке еще не была Но запах Хорошего Практически нового автомобиля У меня еще присутствует Также здесь есть сразу Вайфай модуль Вставляется сюда сим-карта И пошли раздавать вайфай Ну и не знаю актуально ли это сейчас Когда можно вайфай раздать с телефона Но тем не менее Эта плюшка в этом автомобиле есть Отдельная тема Здесь задние сидения И причем они слегка отличаются От ближайших конкурентов Отличаются они тем Что здесь диван Такой ну плюс-минус здоровый Хочешь ложись вдоль Хочешь поперек Удобно в любом формате В мерседесе так не получится Да в мерседесе удобно так Но в мерседесе сидения Они более комфортные Но сделать уровень Нагнуть спинки в любом формате А это можно сделать Как спереди так и сзади То есть грубо говоря Вот Тянем те же самые шнурочки Что спереди что сзади И спинка наклоняется Так как удобно Хочешь под 90 градусов Хочешь на 90 разложить в ровный пол Как хочешь так и делаешь Управление кондиционером Еще из офигенных плюшек Ящичков здесь всяких Под каждыми ногами Есть разные ящики Причем такие Они довольно вместительные Для разного барахлишка Машина комфортная Машина удобная Из минусов Немцы слегка налюбили Ну как они Не налюбили Они схитрили Они поставили сюда Зимнюю резину Новую как обещали Красавцы Но поставили они сюда Цешечку Ну имеется ввиду Грузовую резину И поэтому машина Это сейчас слегка жесткая Имеем новые колеса Которые докатаются До конца Ну тут осталось еще До марта доездить Не так много Потом они ставятся летние И следующие Зимние слава Точно будут ставить другие Из плюшек Шторки от солнца Дополнительно Затонированные стекла По таможне Этот автомобиль Получился 7000 евро Пенсионный фонд 800 евро Ну хорошо Пусть будет 850 приблизительно Итого Итоговая стоимость Со всеми Улучайзингами 48000 евро Мультиван С пробегом До 200 тысяч До 100 тысяч Это я сказал До 200 У меня уже пассат в голове Кстати Про пассат Будет отдельное видео Следующий Легкий промо ролик Скажу Что свой пассат Который Вячеслав имеет Он будет продаваться Машина в идеальнейшем состоянии Следующий ролик Я ему абсолютно бесплатно Пообещал Что я ему сделаю Про его автомобиль Сейчас мы поедем Ту машину трусить На СТО На подъемник Я не знаю Когда вы это видео Увидите Наверное Сразу же Через неделю За этим Короче Это я к чему Все рассказываю Если машина За неделю Не продастся А он ее Только сейчас Будет выставлять По предварительным данным Машина Будет стоить 19 тысяч долларов Машина 15 года Двухлитровый двигатель На 190 кобыляк Он не полный привод Он передний привод На механике С диодными фарами Которые вырезают Активные С адаптивным круиз контролем Короче Про это будет отдельное видео И если кто-то захочет Купить От имени 1 авто Там будет 500 долларов Скидка То есть цена будет В 18 с половиной Но это будет уже потом Если он останется А сейчас Вот только Положительные впечатления От автомобиля Управление Адаптивным круизом Управление Мультимедиа Подрулевые Лепестковые переключатели Если кому-то надо Где-то Спуститься Подняться Вручную На передаче Для того Чтобы не переходить Здесь вручной режим Очень легко Можно сделать это На руле Зеркало Вот такое зеркало Первое Сделала Вольво Имеется Безрамочное Вебаста Интересная тема Тут дополнительный Аккумулятор Кстати В этом автомобиле Два аккумулятора Один Больше наверное Для Вебаста Нежели для этого Впечатление Нового автомобиля Нигде ничего не задрочено Нигде ничего не заюзано И это с учетом того Что Слава Уже По Украине За эти два дня Когда я должен приехать Что за два За три дня Проехал уже тысячу километров Удобно Интересно Лобовое стекло С полным обогревом Кстати Было бы немножко Больше времени Можно было бы Выехать где-то На природу Полностью Вывесить В диагональ Имеется ввиду Например Заднее левое колесо Переднее правое Так что он повисел Покачался И при этом Все двери у него Будут абсолютно нормально Открываться Без каких-либо Искажений и зазоров Что говорит о том Что кузов тут Ну пипец крепкий А если он крепкий Значит он максимально Базобезопасный ДСГ Который очень быстро Переключается До 200 сильный мотор Ну 204 Простите Это 200 плюс Дает тоже Этому автомобилю Ну такую Некую перспективу Понятное дело Что такой мотор Для легкового автомобиля Будет намного ярче Но для такого сарая Его тоже за глаза хватает Как говорит Слава Даешь газ Уходишь в точку Тут мощи хватает Для того чтобы Вот этот каросиновый моторчик Тянул весь этот механизм Вперед куда-нибудь В сторону Вашей мечты Скажем так То куда нужно ехать Этому автомобилю И вот он Тот самый 200 сильный Кстати Что у нас здесь С пробочкой Конденсата Это уже практически нету То есть 200 сюда 1000 по Украине И конденсат Уже практически исчерпан Тут с учетом того Что когда мыли воду Мыли двигатель Сюда вот попало Ну так нормально Воды я открывал И аж выливалось Оно в видео По моему попало Из еще плюшек Здесь есть хрень Для того чтобы гонять Всяких грызунов Ну очень часто бывает Такое что в европейских машинах Вот тут вот куницы Все пожрут Мыши там оставят Кучу всяких причин Дал Белки и орехи запасают Так вот для того чтобы Все этой штуки не было Ставится вот такая приблуда Которая дает ультразвук И грызуные просто сюда не лезут У нас такого нет Но я так понял Слава решил оставить приблуду Если подрезюмировать коротко То если Людей в семье Больше чем 4 человека Вот этот сарай Самое оно Особенно для тех кто любит Какие то там путешествия Куда то где то поехать С максимальным комфортом Вот этот сарай позволяет Это сделать Ну как бы Не можно купить В тех же годов Например кью седьмую Но только сзади В кью седьмое место Будет мало Будет меньше места Для багажа Ну тем более Это автобуса То больше Кроссовер Это разные машины Их сравнивать не нужно У них общего одно И то и то полноприводные Но тот более мощнее по мотору Этот По мотору не такой мощный Но тоже ему хватает За глаза Поэтому Если много людей То мультиван Это самое оно Но в любом случае Спасибо что досмотрели Это видео до конца Ну а с вами был Николай Тарануха Киев Компания Одинавто Всем удачи на дорогах Всем пока пока А нам еще надо Видео для инстаграма Записать Блин Нафиг я под это Подвязался Писать видео И туда и сюда Это же надо Чтобы оно приблизительно Разным было И в то же время Одинаковым Как это сделать Не понимаю В рамках одного кадра Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok